У вас очень красивое имя. По крайней мере, для русского уха оно звучит как музыка. А на грузинском оно что-то значит конкретное? Совершенно ничего. Вы учились у бабушки Анастасии Давидовны. Но все музыканты говорят, что у родителей учиться безумно сложно. Но у бабушки, наверное, полегче, чем у мамы или папы? По-моему, еще хуже. Почему? Да, потому что она, в принципе, не хотела вообще меня учить. Именно из-за того, что считала, что это невозможно. Но и время, которое она отдавала мне как педагог, было совсем незначительным в самом начале, потому что студенты к ней приходили домой, и почти не было возможности заниматься со мной. Это минимальные были занятия. Но очень плодотворные. И была очень строгая. Я вообще не помню, чтобы она мне когда-нибудь сказала после концерта, что я прилично играла там, или она была довольна. Она вам что-нибудь рассказывала про Римского-Корсакова, который в нее экзамены принимал? Да, она рассказывала. Она была безумно горда тем, что и Римский-Корсаков, не только, и Глазунов тоже тогда был ректором Петербургской консерватории. И она получила пять с плюсом. Вы приехали в Москву только в аспирантуру уже? Только в аспирантуру. Вообще ведь, наверное, довольно сложно влиться в столичную жизнь без консерватории здесь. Как у вас это получалось? Ну, на самом деле, я не могу сказать, чтобы у меня, так сказать, не было контактов до аспирантуры, так как я приезжала довольно часто в Москву и играла Геннеку Ставичу Нейгаузова, у которого вообще собиралась быть и в аспирантуре тоже. Но после его кончины я, так сказать, решила, что буду заниматься у Якова Израильевича, у его Зака, у его бывшего и ассистента, и студента, и замечательного пианиста, и профессора. То есть акклиматизация у вас прошла легко? Так что да, и потом я приезжала очень, действительно, очень много раз в Москву до аспирантуры. У нас один из героев предыдущих интервью был Валерий Афанасьев, и он рассказывал, как Яков Израильевич его проклял однажды на уроке. Про это вы не слышали? Нет, ничего. Нет? Нет, не слышала, потому что он очень хорошо к нему относился, а проклял, может быть, из-за того, что, я не знаю, проклял, это как-то не похоже на Якова Израильевича, вообще это фантазия Афанасьева, я думаю. Хорошо. Вы выиграли конкурс Шумана, и, кроме того, Святослав Теофилович говорил, что вы особенно хорошо играете Шумана. Вот благодаря двум этим фактам на всю жизнь вы оказались связаны именно с этим композитором, вы считаетесь его образцовым исполнителем, а сами вы как его выделяете среди всех? Вы знаете, я понимаю, что первая премия конкурса Шумана – это определённое лицо исполнителя, играющего именно этого композитора. Я играла Шумана с детства, но я не могу сказать, что я именно только Шумана выделяю из моего довольно-таки большого репертуара. – Хорошо. Ещё вы первой в Советском Союзе сыграли все концерты Моцарта. – Да, наверное, да. – А это почему получилось? – Ну, по многим причинам. Во-первых, это было предложение состава из камерного оркестра, который входил как бы в оркестр Мравинского, они были, так сказать, солистами этого замечательного оркестра, и они мне предложили сыграть с ними тогда. Мы играли без дирижёра. – А вы чуть-чуть дирижировали? – Нет, нет, нет. Это был концертмейстер, которая первая скрипка, Леонид Госман, который именно давал какие-то ауф-такты и так далее, но дирижёра не было. Но они были замечательные музыканты. Кстати, все они почти сидели на первых голосах, то есть первые скрипки, первые альты. И я уже не говорю о духовиках, которым в концертах Моцарта духовики очень часто солируют. Так что там всё было в этом смысле в порядке. Это один раз было, первый раз было с ними, а второй раз было с Ирюком, с Юрием Сирюком, замечательным дирижёром, к сожалению, рано погибшим. – У вас есть любимый из концертов Моцарта? – Не могу сказать, не могу сказать. Но, в общем, начиная где-то после пятого концерта, они все замечательные. Моцарта – Моцарта Светослав Теофилович про вас сказал, что вы лучшая женщина-пианист. Ну, я так примерно близко к тексту. В общем, как сейчас говорят, сексизм такой отдельно женщины, отдельно мужчины. Есть разница между женским и мужским пианистом для вас? – Ну, я как-то не могу сказать, чтобы я бы, так сказать, вот видела такую большую разницу между мужским и женским пианизмом. Тем более, что в своё время Лист посвятил Кларе Вик свои Паганеневские этюды, которые он, так сказать, замечательно сделал для Рая. Я не могу представить себе, что Лист, посвятив свои такие невероятно сложные этюды, сомневался в том, что Клара Вик из-за того, что она не мужчина, не сможет сыграть эти этюды. Потому что это как-то немножко, так сказать, звучит. Я понимаю, что женские шахматы и мужские – большая разница. Это действительно так. Но в смысле пианизма, не знаю, никак не могу сказать. – А почему тогда, скажем, если посмотреть на абитуриента в консерватории, сейчас примерно поровну, я думаю, очень много девушек. А если посмотреть на высшую лигу пианистов, то женщин очень мало все-таки. Марта Аргерих, вы еще несколько. – Нет, очень много женщин, на самом деле. Я не могу сказать, что было так мало. Нет, много-много. – Но меньше же, чем мужчин, нет? – Ну, может быть, в силу того, что все-таки женская биография подразумевает в жизни женщины не только такую карьеру мощную, я бы сказала, как и жизнь и детей, и семью, и так далее. Может быть, отчасти из-за этого. Хотя я сомневаюсь. Я-то как-то никогда не подсчитывала. Это вы как-то так это распределили. Не знаю, не могу сказать. Не могу вам сказать. То есть, может быть, может быть, возможно, да. Но в свое время учениками Листа были изумительные совершенно пианистки, которые делали очень большую карьеру. Так что я даже не знаю, не могу. Я не могу на этот вопрос ответить так однозначно. – Вы выбрали преподавание одной из частей своей жизни или оно само как-то сложилось? – Оно сложилось. – Не жалеете об этом? – Это действительно, это вы правы. Правильно. Знаете, иногда жалею, потому что их очень много сейчас студентов у меня. И когда я начала преподавать, это было не как обязаловка. Потому что тогда было все очень сложно. Вы слишком молоды, чтобы помнить об этом. А когда меня пригласили в консерваторию, тогда я была приезжая из Грузии. Поэтому, естественно, у меня не было прописки, которая была необходима для того, чтобы работать. А в связи с тем, что не было прописки, значит, не было жилья и так далее. Ну, в общем, масса всяких таких было сложностей. И Яков Израильевич просто, я знаю, что он ходил к Свешникову, тогдашнему ректору Московской консерватории, и говорил о том, что я должна быть как бы якат Московской консерватории, что я должна преподавать. И, как сейчас говорят, с большим платом через Якова Израильевича, вот я была как бы приглашена именно как ассистент. И так как у Якова Израильевича моего профессора не было места, я начала работать у Льва Николаевича Аборина, ассистентом, о чем совершенно не жалею. Потому что была такая возможность прикоснуться и к Льву Николаевичу Аборину, которого я очень любила и ценила. И то, что мне это изначально очень понравилось, это я считаю моим минусом. Потому что если бы мне не нравилась бы так вот педагогическая деятельность, я бы, наверное, сегодня не преподавала, потому что в 2018 году будет 50 лет, как я преподаю в консерватории. Именно в консерватории, я и подчеркиваю, в Московской консерватории, потому что часто говорят, что я как бы уехала какое-то время, меня не было в консерватории, это неправда. С 1968 года, будучи аспирантом, я начала преподавать. Как ни странно, я хоть и не знаю этого времени, но прекрасно вас понимаю, потому что проблемы с пропиской и с жильем те же самые абсолютно. Для иногородних студентов, да. Я тоже через это прошел. Ничего почти не меняется. Нет, все-таки меняется. Может быть, полегче. Полегче, полегче. Но не совсем ушло это. Все-таки сформулируйте, пожалуйста, в чем наслаждение педагогики. Наслаждение в том, что когда ты видишь, когда на твоих глазах, скажем, один персонаж, твой студент преображается и становится действительно интересным как музыкант, как личность, как артист. И как, ну я бы сказала, просто человек, которым не только как музыкант интересен, но и как вообще, так сказать, его личность открывается с разных сторон. Это очень бывает приятно. Не говоря уже о том, что я не могу сказать, что со всеми моими студентами, с которыми меня сталкивала судьба, и которые стали очень известными и популярными, я поддерживаю отношения. Понимаете, дружеские. Но я не считаю, что студент, которому ты много отдаешь, должен быть тебе благодарен безумно и все время говорить о том, ах, как замечательно, что вот я учился у того-то или у того-то. То есть это как бы нормально, да? Вот то, что ты отдаешь себя, это нормально. А то, что я не могу иначе, это тоже, к сожалению, нормально, и для меня это иногда очень ущербно, потому что я безумно устаю, конечно, от таких количеств уроков, которые мне приходится с утра и до вечера отдавать им после каких-то концертов и поездок. Вы недавно сказали, что даете сейчас в 2-3 раза больше концертов, чем раньше. Да. Это правда? Представьте себе, так получилось. Да, ну, может быть, я не могу так тоже, но, во всяком случае, не меньше, имея гораздо больше студентов, чем у меня было раньше. А почему так получилось? Вот так, к сожалению. Нет, ну вас же всегда приглашали, всегда вы ездили. Нет, ну я понимаю, нет, ну там всегда приглашали и всегда не приглашали. Все это по-разному было, складывается судьба по-разному. То, что вы говорите, что было тогда то же самое, то есть сегодня, как было тогда, не соглашусь с вами. И могу сказать, что настолько многое изменилось, но я имею в виду сейчас, так сказать, конкретно нашу жизнь музыкальную, музыкантов и молодых студентов и так далее. Если раньше надо было из, так скажем, Советского Союза куда-то поехать на конкурс, вы должны были приезжать, всем известно, в Москву и прослушиваться здесь, и потом уже проходить или не проходить. Сейчас каждый может поехать куда, так сказать, на любой конкурс. Это и плюс, и минус, потому что, если раньше, скажем, мы почти всегда завоевывали высокие места на конкурсах, потому что были вот, это и плюс, и минус, были бесконечные отборы, так сказать, они их всех очень готовили, и они сами готовились, и проходили какие-то конкурсы и так далее. Поэтому они были, как сказать, почти всегда готовы на самом высоком уровне. Сейчас это, конечно, по-другому, потому что каждый может поехать. Но свобода намного больше, свобода намного больше стала. И это все равно, мне кажется, что это лучше. А ваша активность концертная связана с этим, со свободой? Ну, с одной стороны, да, конечно, безусловно, потому что, как часто бывали, это не только меня касается, потому что я никак не хочу выделять именно себя. Это касается очень многих моих коллег, которые просто, возможность, имея, так сказать, все данные замечательные, музыкантские, да, и достойные были тому, чтобы ездить и так далее, они никуда не ездили, потому что все шло через госконцерт, это всем известно. То есть официальное импресарио было государственное импресарио, которое кого-то поддерживало, а кого-то нет. У вас непростые, так сказать, отношения с конкурсом Чайковского в последние годы, я почитал ваши высказывания. В 2002-м вы не подписали протокол, когда первую премию дали Аяку и Харе, но оказалось, что вы правы в итоге, потому что ее нет на сцене. С восторгом сказали, что, а у нее, знаете, у нее трое детей. Я была очень рада этому. Недавно как раз мне сказали. Но дело все в том, что, понимаете, до этого, когда я тоже сидела на конкурсе Чайковского, не дали первую премию такому замечательному пианисту, как Луганский. И я считала совершенно справедливым не давать премию, первую премию, когда у нас совсем недавно вот мы не дали премию такому замечательному пианисту. Кстати, вот все оправдалось. Да. А такой практический вопрос. Когда вы не подписали протокол, вы получили гонорар члена жюри? Вы знаете, я даже не помню. Это настолько было все незначительно по нашим тепережним. Я думаю, что все-таки да. Просто, ну понимаете, это же как бы скандал. Да-да-да, я понимаю, понимаю. Не, ну скандал это был, к сожалению, это был не тот скандал, о котором я думала, что он будет. Все равно все произошло. Скандал был бы, если бы пересмотрены были бы премии, если бы, скажем, сказали, что нельзя давать и так далее. Но меня никто не поддержал. Меня это удивило и, надо сказать, очень ужаснуло даже, понимаете. Потому что абсолютно были элементарные и справедливые вопросы, которые у меня тогда вставали. А в 16-м, когда у нас был конкурс, в 15-м году, последний, вы высказывались в том смысле, что это не конкурс Гергиева, а конкурс Чайковского? Да, и Мацуева примкнувшего к нему, да. То есть вам не нравится эта реформа, которая... Мне не нравится, мне категорически не нравится разделение на два города конкурса. Категорически не нравится. Мне не нравится, что то, как происходил вообще отбор, то, что я знаю, первый итог происходил. Еще никто не знал, кто будет играть, как были отобные. Потом перед непосредственно конкурсом в малом зале конституции были еще отборы. Вообще категорически мне это все не нравилось. Но вы согласны с тем, что он все-таки стал звучать громче в мире в последние годы? Вы знаете, что если у вас так много денег, вы будете очень громко звучать во всем мире. У них было такое количество денег, они могли оплатить Медичи эту интернет-трансляцию, которая была на высочайшем уровне. Это замечательно. Но вот если бы мне бы дали такие деньги, я бы, наверное, тоже могла бы провести конкурс. Нет, я не хочу, не думайте, я вообще не претендую, у меня никаких данных на это нет. Но я в принципе говорю, да, если были даны такие деньги, которые были даны конкурсу в Чайковску, я вас уверяю. Представляете, как это сложно разделить на два города конкурс? Мне кажется, что это совсем не так просто. Я не буду вдаваться, потому что я не бухгалтер, не могу подсчитать, сколько что там стоило. Во всяком случае, я просто знаю, что очень многие члены жюри, кстати, отказывались, когда они получили приглашение на конкурс в Чайковску. Такие были гонорары за работу на конкурсе, не знаю сколько, но большие. И я знаю моих коллег, которые не поехали на другие конкурсы, потому что у них были предложения приехать на конкурс в Чайковску. Именно потому что тут гонорар выше был, а работа была намного меньше. КОНЕЦ Можно на такой откровенный вопрос? Вы много работали в жюри разных конкурсов. Вы сталкивались с ситуациями закулисных интриг, вы лично? В смысле интриг? Вы знаете, вот как таковых интриг напрямую, я не могу сказать, что я лично сталкивалась, я просто за этим наблюдала. Потому что ко мне отношения осторожные, поэтому мне не могут сказать каких-то таких сокровенных своих желаний, о которых, может быть, говорят и делятся с другими членами жюри. Поэтому я лично нет. Очень много просто, сами знаете, разговоров насчет мафии, фортепиано и насчет того, что ни одного конкурса честного на свете нет. Вы знаете, что и да, и нет, потому что вот недавно я была на конкурсе в Рио-де-Жанейро, совсем недавно, как бы была, ну так это, как свадебный генерал была председателем этого жюри, и не прошел замечательный мальчик, студент Михаила Сергеевича Воскресенского на финал. То есть я была уверена в том, что он будет в финале, он из Белоруссии, Шичко, мальчик по фамилии, на втором курсе учится, одним из самых таких был ярких представителей и кандидатов для того, чтобы пройти на финал, и он не прошел. Потому что трое из моих коллег поставили ему самый низкий бал. Теперь, как вот, как можно выйти из этого положения, когда вы знаете уже о том, кто сколько ставил? Единственное, так сказать, попросить их аргументировать. Но это не фигурное катание, когда вам скажут, что вы знаете, вот это мне не понравилось, потому что там какие-то там, сколько-то там этих самых, не получилось у них, я не помню, как это называется, у фигуристов. Но есть объективные какие-то вещи, тут вам скажут, и причем замечания будут справедливыми, и я тоже разделяю. Не было того-то, того-то, это действительно так, у этого же Шичко, допустим. Но у него было то-то и то-то и то-то, понимаете. Очень трудно спорить с коллегами, когда они говорят, что «а мне не нравится», потому что, скажем, у него педаль была сухая, у него были очень квадратные фразы там, или линия там не дышала, действительно все время прерывалась. Была какая-то отрывистость, высказывание, форма была рыхлая. Ну вот, скажем, что вы на это можете ответить? Ничего. Поэтому говорить об интригах в прямом, так сказать, очень трудно. Потом существует еще, конечно, я всегда, скажем, склоняюсь к тому, что на каждом конкурсе бывают какие-то очень несправедливые вещи, но потом жизнь, если повезет, скажем, она расставит на свои места. Потому что очень много первых премий за последние годы, которые вообще не слышны. Я вам могу перечислить несколько первых премий в Брюсселе, это один из самых таких конкурсов, о которых никто не знает. Понимаете? Я помню разговор с Николаем Луганским, он сказал мне, что в мире классической музыки нету дутых фигур, грубо говоря. То есть, если человек действительно имеет международную карьеру, скажем, пианист, то он точно многого стоит. Вот я не совсем согласен с этим. Я совершенно не согласна. Да? Просто. Потому что не буду перечислять, их, наверное, я могу перечислить, но не буду этого делать. Как минимум 7-8 исполнителей, которые имеют очень большую карьеру, но совершенно дутые фигуры. Поэтому говорить о том, что нету… Я очень рада тому, что такой пианист, как Григорий Соколов, который совершенно не является примером той популярности, которую на сегодняшний день имеют многие. Он совсем другого типа пианист. Или тот же самый в своё время многоиграющий, сейчас он меньше играет Раду Лупу. Пианисты очень серьёзные и очень совершенно, абсолютно не фамилиарничаем, не занимающиеся во время концерта с публикой. Потому что сегодня это очень модно. И они колоссально имеют вес в музыкальном мире, очень большой. Тот же самый Игорь Петренко, который стал главным дирижёром Берлинской филармонии после… Кирилл Петренко. Да, Кирилл Петренко, да. Это же вообще, так сказать, такой бум был, потому что впервые из бывшего союза, он из Омска родом, стал дирижёром такого оркестра, как Берлинская филармония. И надо вам сказать, что тут ни Меркель не участвовала в этом, и никто другой. А у нас это может быть, к сожалению, когда ставят кого-то на какие-то посты, понимаете? Или какая-то личность в музыкальном обществе нашем, которая может решить судьбу какого-то главного дирижёра или ассистента дирижёра и так далее. А тут назначается Петренко, который, в общем, сам пробил себе такую невероятную дорогу к такому успеху только благодаря своим колоссальным и трудоспособности своей, и таланту, конечно, прежде всего. Вот, знаете, есть вопросы такие, Блиц, Толстой или Достоевский? Человек отвечает. Вот вопрос, Соколов или Плетнёв? Плетнёв. Да? Угу. Хорошо. Вы часто отмечаете преимущества советской системы музыкального образования и концертной вот этой системы, где все заботились о музыкантах. А всё-таки вот, инженерал, распад Советского Союза – это хорошо или плохо? Распад Советского Союза – хорошо. Но какие-то вещи, которые были при Союзе, надо их лелеять, их надо очень поддерживать и продолжать. Так как вот музыкальное образование, я считаю, нельзя его губить, нельзя его гробить, нельзя его уничтожать. Я только и, так сказать, слышу от моих коллег иностранных музыкантов, как замечательно, что у вас такое образование, а у нас этого нет. Ну да. Имея в виду именно то образование, а не то, что хотят сделать сегодня. У вас самоощущение какое? Вы советский человек, вы грузинка или вы русская? Ой, вы знаете, что я никогда не думала об этом. Я очень русская, я очень грузинка, и я очень человек, в общем, который, в принципе, очень многие культуры как бы вбирает в себя. Поэтому очень мне трудно сказать. Какие-то вещи, то есть, когда ругают Россию, мне очень больно бывает. Когда ругают Грузию, мне тоже очень больно, обидно бывает. Когда ругают, предположим, школу мою в Мюнхене, даже это, это тоже мне бывало неприятно, когда я там работала. Так что, как хотите, понимаете. А ощущения дома где у вас? Ощущения дома все-таки в Москве, наверное, в Польше. Вам было тяжело во время войны русско-грузинской? Очень. Хорошо вы спросили русско-грузинской. Очень тяжело, да. Мне и сейчас тяжело, когда то, что происходит в Украине. Потому что я последние 4 года подряд езжу в Киев, и у меня такой восторг от того, как публика принимает, и как вообще публика относится к русским исполнителям. И вообще к России, да, я даже не хочу говорить о том, что нас связывает и так далее. Это даже не обсуждается. Так же, как я не хотела обсуждать, когда во время грузинских и российских таких конфликтов говорили о том, а вот мы помните, мы так любили друг друга. Я вообще не хочу это обсуждать, потому что люди между собой, они всегда хорошо как бы расположены друг к другу. Это должен быть какой-то конфликт, который может людей как бы взорвать. Это можно в каждой семье произойти, даже в маленькой семье. Представляете, на уровне государства большого, да, можно кого угодно спровоцировать на какие-то вещи. Я думаю, что тут государство допускает очень много ошибок, и должно нести за это ответственность определенную. Я даже не представляю, как это трудно, когда, например, есть Вахтан Кикабидзе, который говорит, я больше не поеду в Россию. У вас же много в Тбилиси друзей? Очень много. У меня фестивали в Грузии, очень интересный фестиваль. Я вас приглашаю приехать и потом передавать об этом. Спасибо. Ну, вы наверняка сталкивались в то время с какими-то словами со стороны грузин, что вот... Ни разу. Нет? Ни разу. Представьте себе, даже в прессе не было ни разу ничего подобного. Вас не осуждали, да? Я бы знала, ни разу. Это здорово. Ни разу просто, ни разу. Вот этому нам надо поучиться. Да. Это точно. Хорошо. И теперь несколько коротких вопросов. Вас что-то может вывести из себя? Узкие улицы на Большой Никитской. Раз. Потому что стали безумно трудно было. Там и парковаться трудно, и высаживать трудно, и сажать трудно, потому что тут же останавливается ряд, и все об этом молчат. Это меня возмущает каждый раз, когда я приезжаю в консерваторию. А вы водите сами? Нет, я сама не вожу. Я езжу, слава богу, на такси, но тем не менее вместе с таксистами ругаюсь. Так, а еще что-нибудь? Что меня возмущает? Да. Очень многое, но просто я не хочу сейчас об этом, обо всем говорить, потому что нельзя говорить только об отрицательных вещах. Меня, в принципе, возмущает все бесконечное перекладывание плит на мостовых в Москве. Видите, все связано с Москвой, понимаете? Да. Возмущает, потому что я какое-то время не бываю, потом я приезжаю и сталкиваюсь вот с этим безобразием. А то, что сужение улиц, это на самом деле вообще удивительно мне. Знаете что? Что все молчат. Мне очень обидно, что наша консерватория до сих пор ремонтируется. Вот столько времени прошло, все равно ремонт продолжается. Что классы стали как будто безрадостными, что ли, я не знаю, после ремонта. Хотя они должны были быть наоборот радостными, понимаете? Это все связано профессионально, потому что я же не сталкиваюсь так особенно с какими-то проблемами, которые не касаются меня лично. Поэтому меня возмущает это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно. Я, например, молчу, потому что я пешеход, и мне нравится, что тротуары расширились. Да, я понимаю, вам нравится. Ну, а я когда смотрю на пешеходов, я вижу примерно, ну, я не знаю, сколько там метров совершенно пустые пространства, пустое на это. Потому что это предназначено для велосипедистов, которые максимум три месяца будут на велосипедах кататься у нас. А где велосипедисты? Я их не вижу сейчас вообще, почти нет, во всяком случае. Нет, я не знаю, это безобразие. Вы же любите гулять сами, я где-то читаю. Да, люблю. Но мне всегда хватало, мне хватал тот тротуар, который был на Большой Никитской. То же самое могу сказать о Большой Дмитровской, о Неглиной, в смысле парковок, я уже не говорю, какое безобразие. Не говоря о том, что это не отражается на качестве улиц, к сожалению. Я думаю, власти рассчитывают на то время, когда у нас будет 30 миллионов москвичей вместе со всеми приезжими, и тогда тротуары заполнятся. Да, может быть, не знаю. Ну, это уже без нас будет, даже без вас. А вы когда-нибудь кричите на студентов своих? Кричать? Нет. А когда вы последний раз смеялись? Ну, так вот, сильно. Смеялась? А, когда из щенка, который был вывезен из Грузии, потом в Москву, а потом в Америку, этот щенок получил новую семью там и превратился в роскошного пса. Вот тогда я была... Это я не столько смеялась, я радовалась просто этого. А когда вы последний раз плакали? Плакала? По-настоящему, когда я плакала? Не знаю, не помню. Я больше всего, надо вам сказать, что я... Вообще, плачь – это очень такое понятие. Я часто говорю о том, что я скоро будет сколько лет, вот, в феврале, как нет моей мамы, что я ее не выплакала. Что мне было настолько больно, что я не могла плакать. Поэтому плакать – это не, как бы, не качество именно выражения горя. А это можно... Заплакать можно от какого-то ничтожного, какого-то такого, понимаете, промаха там, или какой-то детали там, что-то вам вдруг покажет, что это очень несправедливо. Вы заплачете просто потому, будете плакать, потому что от бессилия, что вы не можете ничего сделать. Вот это страшно бывает. А плакать по-настоящему, когда какое-то горе большое происходит, невозможно. И последнее. Если вы окажетесь на необитаемом острове, вы хотите, чтобы с вами там был рояль? Или лучше не надо? Я все-таки хотела бы. Да? В роли пятницы. Спасибо. 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 Спасибо.